Нет, я не скажу, что кризис журналистики сам по себе просто, мне кажется, абсурдная история, потому что журналисты – это все деятельные люди. Это люди, которые настоящие журналисты, они всегда хотят идти по краю, по краю пера, по краю ножа. Но, тем не менее, журналистика, она все-таки, как называется, ангаже, она ангажированная. Все-таки, если ты хочешь иметь доступ в широкий рупор и возможностей, как минимум приготовься, что ты будешь ангажирован. Все равно нельзя быть, пойдешь налево, пойдешь направо, прямо, везде все равно бушку оторвут. Ты все равно должен пойти налево, значит, взять левый курс или правый, правый курс, или по центру идти. Тогда ты будешь сидеть дома и будешь писать писульки свои, никому ты не будешь нужен. Все-таки журналистика зависима. Но я считаю, что кризиса журналистики нет, и мне все больше нравится, что журналистика все-таки больше переходит в несколько, даже, может быть, в художественную литературу. И, ну, публицистика, скорее всего. Кризиса никакого нет. Опасность есть, конечно, нужно дружить, уметь и так далее. Это со времен, не знаю, со времен, как мир разбился, то есть люди обвинялись в стадо и так далее. Все равно есть момент выживаемости, и есть, но есть момент честности. И есть момент все-таки, если ты честен и опасен, то ты тогда должен понимать, что за тобой, за твоей спиной всегда будет могущественный человек, который тебя защитит. Журналистам нужна защита. Но журналистам нельзя быть слишком рискованными, нельзя быть самонадеянными. Если ты рискуешь, то ты должен знать, что ты можешь дать отпор или тебя защитят. Продолжение следует.